Привет, ребята! У меня хорошие новости. Во-первых, только что забрала свой загран! И это просто супер, потому что я смогу путешествовать. Так, что здесь написано? Опять я похожа на псину. Ну, просто ужас. Ох, до 31 года аж буду путешествовать. Офигеть, блин. Почему я такой пёс? Сейчас выставлю в инсту. Что за лажа? Что за лажа? Я же не такая псина. Ладно, нет времени плакать, потому что мне надо ехать. Подвела. Я получила загран, и это отлично. И я вам ещё поделюсь контактом, каким образом я получила загран так быстро. Я не ждала месяц. Обязательно расскажу в этом влоге. Но это всё равно фигня по сравнению с моим старым заграном. Там я вообще ужасная. Так, теперь мы едем в Smile Studio. Сегодня я пойду на лазер. Smile Studio. Так, 1-я улица, машиностроение 10. Сколько нам ехать? Маршрут готов. Берегите себя. 40 минут всего. Сделаю лазер и ламинирование бровей, потому что у меня просто пипец. Такая движущая... А, не-не-не-не-не-не. Я сначала сфоткаю паспорт, отправлю в менеджеру, потому что меня уже ждут. За границей они могут мне билеты взять, потому что у меня нет паспорта. Отличные новости. Наконец-то! Так, еду делать лазер, ещё делать ламинирование бровей, потому что вообще у меня такие сейчас будут дни, я не знаю, как всё это успеть. 30-го у моего дедушки день рождения. 31-го я иду на премию Glamour. Ну, просто так иду. Меня там нигде не номинировали и так далее, но просто иду. И ко мне даже завтра приедет девочка-стилист, и мы будем подбирать лук, потому что там нужно быть очень классной, клёвой. И это моя первая премия Glamour, на которую меня позвали, и я очень-очень рада. Ко мне даже придёт девочка красить меня, ну, глаза только, и прическу делать, поэтому волнительно. Хотя, не знаю, у меня будет такой классный лук. Но глаза всё равно надо как-то интересно накрасить. Ну, короче, Glamour, потом чё... О, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ба-ня-ть. Я опять забыла включить секретку, и у меня теперь заглохла машина. Ну не дурак Я не знаю, сколько я теперь здесь буду сидеть Я не знаю Ну просто дебилы кусок Для запуска нажмите педаль тормоза и переключатель питания Я это делаю Начинается Блин Заболталась и опять забыла Ненавижу эту секретку Только попробую не работать Реально по-другому никак Все В этот раз даже быстрее Обычного Все, теперь точно едем Так что у меня движухи полно Но 2 числа июня день рождения у моего папы и у Кирилла Семина, моего менеджера И 2 числа никто из них не отмечает день рождения И все хотят, они оба, да, отметить 5 числа в субботу И я не знаю, как мне быть У папы день рождения у Кирилла день рождения И надо ко всем попасть, ко всем успеть А еще мне надо на почту зайти Так, ребята Вышла из Смайл Студио Просто моя любовь Сделала себе лазерную эпиляцию Как раз как нужно За 2 недели до того, как поеду загорать Потому что нельзя И после того, как я загорю Мне месяц нельзя делать лазер Ну ладно, пофиг А еще сделала ламинирование бровей Час лежала, отдыхала Надеюсь, что вы меня хорошо слышите А то ветер поднялся А сейчас я поеду в Мадж-Дональдс Потому что я хочу кушать И его И потому что у меня еще день не заканчивается У меня еще куча дел, куча планов Сейчас заеду в Макдональдс Возьму покушать И поеду в Тумуд Стор Давно, кстати, не была у них Посмотрю, что новенького И надеюсь, что будет что-то летнее Какая-то летняя коллекция должна быть, я думаю Потому что мне как раз очень сильно Сейчас пригодятся летние всякие наряды Так как я улечу, что протянет Надеюсь Ну я думаю, что да Вот, просто как раз мы ждали Когда придет мой паспорт Ну как придет Будет готов Я его заберу Вот Так что кайф И лазер сделали Было не больно Вообще Такой кайф Вот Очень важно не пропускать Настроение супер Поем Заехала в Мак Кстати, давно не кушала Макдональдс Ну как давно? У меня три? Но это давно Но где мой заказ? У меня будет когда-нибудь видно в этой жизни? В общем, я сижу в машине Жду свой заказ Меня отправили стоять Подходил паренек О, кажется Мне сейчас дадут лед Хоть бы дали Хоть бы дали Иди ко мне Иди ко мне Их готовить не надо Что за фигня? Я сейчас могу ругаться Я такая голодная Мне только липтон дали И сказали Ждите И что-то уже те Кто даже позже меня Приехали Уже получили свой заказ Причем большие пакеты Много Но типа там точно было Что-то сложное Типа Не знаю Биг Тейст Что-нибудь сложное Там, не знаю Креветки 20 штук Ой, фига Может быть мне сейчас даст Может быть нет Так хочу Хоть бы мне Здрасте А какой? Крайне Спасибо Спасибо Ура! Он мне дал Поесть Чизбургер Тиринь-тиринь-тиринь Сейчас я все расставлю И поеду Обычно я все вот так раскладываю То есть тут у меня наггетсы Ну соусы где-то тоже здесь держу Липтон И вот чизбургер Я такая голодная Что сейчас буду все есть А ехать мне 23 минуты всего Так, ну что ж Я уже доехала до следующего своего пункта Точки Скажем так Только что была такая неприятная ситуация Короче, был поворот Где я должна была стоять И ждать Когда все проедут кому надо А я типа такая Самая отстойная Должна всех пропускать и ждать Ну короче, вот такая ситуация Я стою Ну нет никого Я еду И короче, вылетает просто чувак на тачке Я останавливаюсь Пропускаю его То есть я все делаю как надо Он видимо Он просто вылетел из-за угла Не ожидал, что там буду я Может перепугался Что-то, я не знаю Хотя я не стояла на его дороге То есть Ну короче И он Получается я стою вот так А он проезжает отсюда вот туда И он В окно Поворачивается И мне что-то говорит Я не знаю, что он мне сказал Может быть он сказал Хорошего тебе вечера Красотка Может быть он сказал Пошла нахуй, тварь Я не знаю Что он мне сказал Но Вот Из-за того, что он на меня посмотрел Он же должен был что-то мне высказать Я не знаю, что И честно говоря Знать не хочу Я спокойна Я вообще ничего Ну потому что А что я? Я ему что? Плохо что-то сделала Нет Он сам виноват Нехер вылетать из-за угла Ну короче И вот там Откуда он вылетел из-за угла И куда мне надо было Тоже поворачивать Там был пешеход Переход пешеходный И там люди шли И он очень резко затормозил Перед этими людьми Потому что Если бы он своей Корявой башкой Не крутился на меня А смотрел прямо на дорогу То тогда он бы Спокойно затормозил Перед пешеходами А вместо этого Он смотрел на меня Я ехал вперед И резко затормозил То есть по сути Из-за того Что ему хотелось Вылить какое-то говно На меня Он мог Не дай бог Кого-то сбить Или ударить Как минимум Ну человека Ну короче Я думаю Господи Я просто взяла И спокойно Дальше поехала По своим делам Ну в общем да Но все равно Что-то у меня такая Жирная кожа Вот здесь стала Постоянно блестит Я конечно понимаю Что тут халат Халат Я понимаю Что я здесь Хайлайтер наношу Но вот здесь Прям вот Такое наверное Жирное место Хороший день Продуктивный Я много сделала дел Сейчас еще сделаю Одно важное дело Так что я пошла Так я уже в примерочной Набрала себе кучу вещей Померить Посмотреть Вот такое платье Все-таки попробую Потому что мне сейчас На него очень нравится Такая длина Слишком длинная Для меня Так что тут много всего Джинсы И футболки И шорты И платья Так что Сейчас будем смотреть Это я еще куртки всякие Не брала Не смотрела Так первое платье Красивое Но Мне кажется Это не совсем Мой стиль Ребят Я уже вовсю Примеряю Вещички Втумут Вот такое вот Красивое платье Есть еще такое Желтое Давайте померим Вот это платье Фиг знает Я не знаю У меня тут Такие платья Нет Вот Я люблю Покороче У меня правда Там комары Покусали Не знаю В этом Я чувствую себя Намного комфортней Прям вот это Мне нравится Реально Такое необычное С такими плечами Вот это Прям мне нравится Лишь бы Покороче Чуть Ну нет Реально В нем Я себя ощущаю Как-то вот Более комфортно Но хочу Такое платье Не дать Такая дурыная Понятно Понятно Что эти штаны Мне нужны Размеры XS Это S Мне кажется Сюда еще кто-то Может Залезть Смотрите Как тянется Вообще Очень крутые Джинсы Но мне нужны Но мне нужны XS И попа В них будет Хорошо Уходить Я померила Джинсы Ну просто Вот этот Топик Взяла Мне он нравится Но Размер Тоже Я не совсем Понимаю Потому что Это S А XS Что-то я не увидела Либо я не увидела Либо Потому что Топ клевый Но он Достаточно Тоже Такой Объемный Может быть Это так надо Очень круто Они такие Интересные Вот эти штаны Потому что Они вбок идут И как будто бы Я вот такая Поняли Как Ким Кардашин Не Ну у меня и так Хорошая фигура Но я в этом Выгляжу максимально Стилен Да Это просто Однозначно Топ Ну это клево Но Не Это клево Очень красиво Так Все Закончилась Моя примерка Покажу вам Какой красивый Шоурум Большой Помню Когда он здесь Поменьше Прям был Сейчас Вон Какая красотища Очень классно Вот эта куртка Еще Мне очень нравится Такая джинсовка Я мерила Этот Синюю Такую Она отстегивается Мне кажется Синя Поприкольней Короче Тут очень много Классных Еще Я уже Все Намерилась Уже Устала Даже Мерить Так что Уже Даже Попрощалась Со всеми Выхожу Ой Красиво Только Логично Ничего Не скажешь А теперь Надо Каким-то Обратить Попрощаться Попрощаться У меня нет Налички Надеюсь Что Можно Карты Оплатить Ребята Всем привет Фокус Фокус Я Я просто Живу Увидел Увидел Меня Гет Такси Обманул Меня Обманул Ну да Можно Обманул Сказать Гет Такси Я заказала Такси Чтобы из дома Доехать до Карины Потому что Нам так удобнее Оттуда Мы уже вместе Поедем на ее машине Как раз в центр Короче Я спускаюсь На ту точку Куда я поставила Что приехал такси Он туда не Приехал Его там нет Я начинаю ему звонить И вижу Что по карте Он стоит в другом месте На другой точке Я ему звоню Все это время И иду Как раз таки В другой точке Подхожу Его там тоже нет Все это время Я ему звоню Пять или четыре раза Я ему позвонила Короче Не отвечает Просто не отвечает Я никому Нигде не могу Не написать Не в приложении Не позвонить ему Еще что-то Ну короче Ничего не получается Я такая думаю Блин Мне звонит уже Карина И говорит Ну че ты где Я с ней говорю На громкой Пытаюсь понять Что с этим таксистом Я его вообще Нигде не вижу И в итоге Мне приходит От приложения Get Сообщение Вот это Что типа Отменили Потому что Мы с вами Не смогли связаться Как интересно Я с вами тоже Не смогла связаться Но я же с вас Деньги не забрала Ну короче И снимают Триста рублей С меня Триста рублей И в этот же момент Я вижу Как этот таксист Мой С этими же номерами Та же машина Тот же цвет Просто проезжает Мимо меня Не пойми откуда Вообще Не с той стороны Где он должен был быть И не там Где он стоял То есть он Меня не ждал И я просто в шоке Мне в директ Написали Что часто бывает Такое делают Стоят куда-то далеко Говорят Что типа Не смогли дозвониться Еще какая-то лажа Чтобы взять С тебя деньги И уезжают Я просто в шоке Я хочу сказать Несмотря на то Что я тоже Не люблю Гет У меня была С ними Тоже ступая ситуация Я поэтому Прекратила И пользоваться Несмотря на это Все равно Один-два водителя Не значит Целая компания Ну нельзя судить Но с другой стороны Конечно да Настроение Общее Портится Впечатление Поэтому уже Такое Просто Кому тогда Мне обращаться Вообще В поддержку Можно написать Ну тебе эти Нет Я не собираюсь Заморачиваться Да Я не буду У меня кстати Вот раньше Гет Был моим Любимым такси Потому что Я начала им пользоваться Вообще С детства Знаешь С тобой Похожая ситуация Знаешь Почему я прекратила Им пользоваться Я еще не рассказывала Эту историю Она такая Не особо интересная Но Мы с Оском Так как Гет Работает в Лондоне Пользуемся там Гет И мы доехали До аэропорта На машине Гет Но там стояла Короче Оплата по карте А у нас Не было денег А у нас была наличка Мы хотели потратить Кажется Финальные там Деньги наши Фунты И мы такие Типа Можно вам заплатить Наличкой И он такой Так Оно ищно И мы заплатили Наличкой А у нас там Долг висит Девять тысяч Девять тысяч Стоит такси Да В Лондоне Меня сныщились И с меня требуют Я поэтому не могу им пользоваться Но я не буду давать им деньги Я писала в поддержку Говорю Здравствуйте Не заплатили Проверьте Ну короче Я заплатила Я чиста А то что там От меня хотят Ну вы извините У меня поддержка Не может помочь Не могла помочь Когда я Ну тебе несколько раз Обращалась Потому что не выходит на связь Там английская Короче У меня все так же Как у тебя Это было мое первое приложение Такси Которые я скачала Я им пользовалась Типа знаешь Когда ты с детства Что-то с собой несешь Да Тяжело Ты хочешь принести Это до самого Но я себя Переучила на Яндекс И на мой взгляд Он лучше Честно Потому что Это российская компания И это значит Что Ну как минимум Здесь лучше карта Как ты знаешь Чем Гет Хотя уверена Что в Гет Тоже есть русская Как бы это Команда Которая этим занимается Но Яндекс мне нравится Больше Даже несмотря на то Что в Яндексе Тоже полно Казусных моментов И странных водителей Вот Ну да Не Ну я понимаю Конечно Что это везде Но я просто Не понимаю Кто конкретно В этой ситуации Виноват Но точно не я То есть Неужели это водитель Просто такой Плохой Человечек Попался Это было просто Очень неприятно Потому что Я клянусь Я ему звонила Звонила Ждала Ходила его Искала То есть Я себе тороплюсь Я себе опаздываю Мне срочно надо Меня вот так вот подставляет И потом я опять начала искать У меня с Гет Постоянно в последнее время Проблема Когда я пытаюсь заказать Потому что Очень долго жду Машину Еще что-то Потом я Славе говорю Закажи мне такси Просто Он Яндексом Как раз пользует За секунду За секунду Приезжает Ну и короче В итоге Слава Мне заказал такси Я доехала до Карина И я решила Больше не пользоваться Гет Такая вот история Отказа Мы заканцелили И это все Из-за 300 рублей Ну дело не только В 300 рублей Конечно Дело в том Что просто Мне это было неприятно И я поняла Что это было Специально сделано А прикинь Если это было случайно И он на самом деле Просто глуповат Ну реально Не смог разобраться Зачем он тогда Работает там Я не знаю Ну опять же таки Такси Это все Я вот честно Не люблю такси Я люблю Свой автомобиль Понятно Что иногда бывает Надо Такси Других вариантов нет Но я не люблю Потому что Ты во-первых Никогда не знаешь Кто тебя везет Ну никогда ты не знаешь Слава мне конечно Тоже заказал Нормально Но там просто Молодой парень сидел Он просто все пробки Собрал Все самые Я ему говорю Вот здесь можно развернуться Будет очень удобно И быстро Он говорит Ну я на светофоре Развернусь А я знаю Что там нельзя Там без вариантов Ну и короче Встряли Ну ладно С кем не бывает Молодой парень На него я не злюсь Я злюсь на Гет Так что вот Потом мы с Кариной Залетели в Сода Мода И взяли Классные костюмчики С юбочками С пиджанчочками Почему ты обо всем Рассказываешь А не показываешь Это стрейндж То что я так говорю Это тоже стрейндж Я знаю Ты свой контент снимай Девочка Ну я не всегда Вспоминаю камеру Достать еще что-то Я могла вообще Сейчас ничего не снять Но например Эту историю Я же не могу снять В реале Когда она происходит Поэтому я рассказываю Как минимум Шоурунчик-то Можно было Я не учу Но я обучаю Да Просто постоянно Юле говорю Юль ты можешь Больше показывать А не рассказывать Во влогах Когда как получается Что поделаешь Так ребята Мы дошли И как всегда Начинается кайф У меня как всегда Одно и то же блюдо Причем самое смешное Что я заказываю Всегда себе сыр Сулугуни И ем его с хлебом Потом мне приносят Качапури Где сыр Сулугуни Моя подружка Которая ест салат У него Кока-кола Зеро Короче Кушаем Офигенно все Так ребята Во-первых Продолжаю Историю Как она закончилась С такси С там Водителем Такси То что Я рассказывала Только что С Кариной То что Я ждала Ля-ля-ля Он скрылся Спрятался В итоге На следующий день Мне позвонили Из этой компании И сказали То что Мне вернут деньги Попросили прощения За эту ситуацию Сказали Что начислят бонусы Это было очень мило Ну как бы Это я снимала давно На самом деле Я думаю Что Я дам себе сейчас Просто пощечину За такое отношение Халатное К видосам В последний месяц Я если честно Даже не хочу Как-то оправдываться Просто скажу Что Наверное Мне нужен был Какой-то перерыв Небольшой Сейчас как раз Мы улетаем Завтра В Абу-Даби И я очень рада Но к этому Мы сейчас Все вернемся Мне нужен Какой-то перерывчик Такой был От видосов И Ну как это сказать Наверное Вот эти вот все моменты С паспортом Решить момент Потом Дедушка прилетел Куча праздников И мне так Ну не то что Не хотелось Отвлекаться На То чтобы Это все снимать Хотя Я каждый раз Когда те же дни рождения Думаю Блин Ну какого черта Я не снимала Я не могу Это сейчас пересмотреть Вспомнить и так далее Другие какие-то моменты Были вопросы С переходами Из агенции И так далее Ну короче Я немножко от этого Устала От всей этой движухи Хотелось просто Вот так вот Выдохнуть Сначала самой Войти в этот ритм Новый какой-то Потому что у меня Много изменений Плюс Сейчас я Отключилась От партнерской Программы На ютюбе Я не совсем Понимаю Вроде Монетизация У меня включена Но Я не снимала Видео Не потому что У меня там была Выключена Монетизация Нет Она у меня вообще Выключилась Дня три назад А видео У меня не выходили Уже неделю Короче Много таких Мелких Нюансов Моментов Монетизация У меня включена Все в порядке Так что Если что Не думайте Что я тут не выпускалась Потому что деньги Не приходили Нет Все норм Потом очень резко Выяснилось Что мы улетаем И вот сейчас Я уже рассказываю Вам куда В Абу-Даби И это должно быть Сказочно У нас там будет Три полных дня Путешествий Одно будет место Где я уже была Также будет два места Где я не была И в одном из этих мест Парк аттракционов Феррари парк И это я к тому Что мы там будем Будем снимать Оттуда сторисы Влоги Влог обязательно будет Есть вероятность Что будет даже не один Но не больше двух Это точно Короче Наша поездка Делится на две части Первая часть Этой поездки Три полных дня Вместе с Министерством туризма Абу-Даби У нас и пляжи Там будут какие-то Интересные Необычные На которых я не была И нас еще ждет Там жара 30-37 градусов Очень надеюсь Выжить Плюс ко всему Там же нужно Везде в масках ходить И это тоже Такое себе дело Это еще не все истории Это вот первая Получается Часть этой поездки Вторая часть Поездки Мы уже отдельно Сами решили Продлить на Три ночи Наше пребывание В Абу-Даби Потому что Когда еще Мы в следующий раз Поедем отдыхать Одному только Богу известно И мы решили Ну не упускать Такую возможность И не ехать всего Там на 4 типа дня Поехать все-таки На побольше Поэтому у нас Не будет Неделю 10-го мы улетаем 17-го у нас Самолет обратно В Москву Улетаем мы завтра В 3 часа дня Вчера мы сдавали Тест на коронавирус Уже сегодня Получили мы Результаты Они конечно же Отрицательные В общем У меня была Такая лютая подготовка Плюс еще Всякие заморочки Я до сих пор Представляете Не нашла Человечка Который будет Делать мне прическу На свадьбу Моей подружки Карины И этим мне тоже Надо заморочиться Не знаю Не нашла Я понимаю Что 19-е число Это очень популярный день Плюс ко всему Мне нужно будет Чтобы ко мне Человечек пришел Очень рано утром Так как в 10 утра Где-то я должна быть Уже у Карины Так как я подружка Поэтому я поеду К ней очень рано А не так Что просто в ресторан Приеду Типа на все готовенькое То есть так было бы проще Но так неинтересно И не душевно Поэтому конечно же Я поеду к ней Буду смотреть Как ее выкупают Ну я не знаю Как это будет происходить Потому что я на самом деле На такой движухе Буду в первый раз Я была один раз На свадьбе Я рассказывала много раз Эту историю Потому что у меня больше Нет таких историй Один раз была на свадьбе У дяди Славы В Молдавии Вот И ну как бы все Поэтому очень интересно И волнительно Я готова в принципе Уже к этому дню У меня есть платье У меня куча туфлей Туфель Куча всего такого Что нужно Накрашусь я сама Мне не надо Чтобы мне рисовали Что-то красили Особенно Как-то мне хватит Я сама умею Я себе сделала маникюр Вчера Сделала маникюр То есть я сейчас хожу С короткими ногтями Как вы могли заметить Мне безумно нравится Как выглядит френч На коротких ногтях Ну как Они не самые Даже короткие Бывают и короче Вот У меня до этого был белый Я очень хотела сделать Что-то нежное Потому что Ну как бы знаете Делать какие-то там Оранжевые Зеленые Красные Я не стала Так как во-первых У меня бежевое платье На свадьбе У Карины будет И просто В последнее время Мне очень нравится Что-то такое Типа Ну как-то натуральное Фу глупости Но реально нравится Прикольно Почему я думаю Что влог разделится У меня На два Влога Поездка наша Разделится на два Влога Также Первую часть Я буду снимать Конкретно Ну вот То что вот Нас привезли Показать нам всю красоту Будем снимать Парк аттракционов Движуха И второй Влог у нас будет Чисто отельный Отдых Я не знаю Что получится Я думаю Что все равно Будет классно Как минимум Просто посмотреть На то Как люди живут Что можно отдыхать Очень хочется Я Не знаю Сама себе завидую Если тесно Очень Очень хочется Отдохнуть Я об этом Действительно мечтала Я считаю Вообще Что я себе Это нагенерировала Что я генератор Когда Карина Была на отдыхе Я помню В Москве Был дождик И я ехала В машине Говорила Блин Так хочется Сейчас Вот На отдых К солнышку Они вот это вот Все И буквально Через Там Неделю Или пару недель Приходит ко мне Вот такое вот Предложение Что Не хотите Поехать А мы с удовольствием Вот А потом у меня Уже началась Сумасшедшая тема С паспортом Кстати Тут тоже отдельная история Я бы хотела Ей посвятить время Потому что для меня Это оказалось Очень важно Очень полезно И знаете Такой контакт Который Я уверена Что еще в жизни Не раз пригодится Короче Как вы знаете Сделать паспорт Через МФЦ Это всегда месяц Быстрее Никто не сделает Очень редкий Случай Чтобы кому-то Сделали за две недели За гран И то Не знаю Какой Новый Образца Который на 10 лет Биометрический Или старого То есть Может быть Старый На 5 лет Который Ну Такой паспорт Может быть Его могут Гипотетически Сделать за две недели Через МФЦ Но Вот даже Я Когда МФЦ Приходила И смотрела И узнавала Мне все Говорили Месяц Там Я ждала Месяц Я ждал Месяц Сначала Я подала Документы Через МФЦ Что Ну Мне нужен Загран Потом Ко мне Приходит Предложение Как раз Таки Полететь В Абу-Даби Причем Ближайшие Даты И я Понимаю Что Ну Я не могу Ждать Месяц То есть У меня Как бы Выбор Либо Сидеть Ждать Месяц Вот так Вот Либо Рыскануть Найти Контакты Просто И Ну Забрать Заявление Из МФЦ И обратиться Уже Через Других Людей Короче Чтобы Сделать Паспорт Быстрее Потому Что Я знаю Понятное Дело И на самом деле Ни у одного Блогера Даже Видела Тоже Делились Страничками Контактами Компании Которые Ну Помогают Сделать Быстрее Документы Но У меня Это всегда Как-то Знаете Типа Не надо Необход Ну Нет Необходимости В этом А Когда Мне самой Понадобилось Я Понятно Начала Искать Искать Думаю Че Куда Кого Вообще Деваться Потому Что Мне Срочно Нужен Был Заказала Паспорт За Десять Дней Чтобы Мне Сделали А в итоге Он По-моему Был готов Даже Через Что-то Восемь День Я Просто Помню Что Я должна Была То ли Двадцать Восьмого Забрать За Гран Поехать А я Его Раньше Забрала Я даже Сторис Снимала В тот День Ну Короче Это Я к чему Клоню Благодать А Так Это же В этом Влоге И было И я Конечно Очень Обрадовалась Потому Что Как раз Таки Из Абудаби Да Вот Люди Менеджеры С которыми Мы Общаемся Они Очень Ждали Мои Документы Ну Как бы Понятно Чтобы Забронировать Самолет Еще Что-то То есть Это был Вопрос Реально Очень Очень Важный И Я Просто Хочу Поделиться С вами Этим Контактом Я Ставлю Ссылку В описании И Если Вдруг Будете Звонить Туда Обращаться Узнавая Че Кого Ну Можете Сказать Что Узнали От Меня Но Это В принципе Не Обязательно Вот Но Можете Сказать Мне Будет Приятно Я Очень Счастлива Что Я Нашла Эту Компанию Очень Счастлива Что Все Получилось Потому Что Я Вам Даже Как-то В Каком-то Влоге Говорила Что Надо Срочно Мне Заняться Загран Паспортом Вдруг Кто-то Придет Ко мне Куда-то Меня Позовет На Отдых А у 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 Так То Если Что Ну Понятно Что Может Сейчас Никому Это И не Пригодится Срочно Но В любом Случай Где-то Себя Записать Сохранить Вот А по Воду Истории С таксистом Вчера Мне Вернулись Деньги 300 Рублей Мои Ну Это Хорошо Че Могу Сказать Хорошо Вернулись Мне Позвонили Попросили Прощения Вот Я Рассказывала И Ну Как бы Я сказала То Что Спасибо Мне Очень Приятно Причем Самое Интересное Я Не Писала В Поддержку Я Не Отмечала Их В Инстаграм То То Я Просто Сняла Сторис Видимо Кто-то Эти Сторис Отправил В Компанию Get Taxi Не Знаю Но Здорово Что Мне Позвонили Вот В таких Ситуациях Возможно Возможно Да Наверное 100% Я думаю Правильно Сразу Написать В Поддержку Вот Так И Так Случилась Такая Ситуация Если Там Не Помогают И Происходит Какая-то Фигня В Итоге Ну Тебя Реально Вот Так Вот Случилось То Тогда Да Наверное Можно Взять И Снять Сторис Ну Вот Такие Типа Как Я Сняла Я Там Ничего Такого Не Не знаю Может Это И обидно Было Но Я Была Возмущена Этой Ситуацией Поэтому Я Сказала Так Как Чувствую Ну Короче Вроде Там Особо Я Сильно И Не Ругалась Так Просто Высказала Что Вот Вот Так И Так Не Буду Больше Пользоваться Этим Приложением Ну Да Это Конечно Жестко Все равно Неприятно Ну Короче Все История Завершилась Хорошо Так Что Все В Порядке Мне Нужно Входить В ритм В Темп Жизни Житухи Блогерской Снимать Видосы На Ютуб А Еще Знаете Что Очень Много Разных Мероприятий Разных Таких Штук Куда Не Хочется Тащить С собой Фотоаппарат А хочется Просто Прийти И Тусить Мне Еще Нужно Сегодня Отвезти Свою Машину Папе Потому Что Пока Меня Не Будет На Машину Будут Ставить Решетку Новую Крутую Денег Стойло И Оставить У папы В сервисе Машину На Такси Доехать До Дома Девчонки Сейчас Меня Поймут Поддержат Надеюсь Мальчишки Не будут Особо Вдаваться В подробности Короче У меня Задержка Этих Самых Дел Суть В том Что Мои Делищики Должны Были Прийти Два Дня Назад Что И так Было Не Очень Потому Что Все В поездке Пару дней У меня Как бы Были бы Эти делишки Было бы Не так комфортно Находиться В жаре Не так комфортно Купаться Еще что-то Но я думаю Ну ладно Типа Ничего Все равно Больше Дней На отдыхе У меня Все будет Гуд Отлично Завтра Нам улетать Никаких Вот этих Моих дел Даже Не намечается Никто Даже Не говорит Мне В животике Типа Знаешь Мы наверное Скоро Придем Ничего Живот Даже не побаливает Маленько У меня бывает Там за день До начала В вечеринке Может поболеть Живот Потянуть Ну типа мелочь Но как бы Я такая всегда Ага Ждем Мой единственный Отпуск Мой долгожданный Любимый отпуск В невероятное Путешествие Ох Я просто Как представлю Что завтра В день нашего Отлета У меня начинаются дела Так я сразу Такая типа Круто Вовремя В день Когда мы будем улетать У меня наверное Все закончится Ну то есть Вы представляете Мою грусть Теперь я надеюсь Что мои дела Задержатся еще Хотя бы на 4 дня А лучше На 7 Даже если честно Хотя в этом Ничего хорошего нет Вообще У меня обычно Все четко По часам Ну максимум На день раньше На день позже Но тут уже Как бы Два дня Сегодня я чувствую Никто не собирается К нам заходить В гости Ну короче Это просто На самом деле Такая дичь Из-за этого Расстроилась А потом Дала себе Установку такую Что Эти дела Месячные Не испортят Мой отдых Не испортят Плевать Единственное Что Мне обязательно Нужно будет С собой взять Обезболивающий Потому что Вы знаете Меня уже Да Мы с вами Настолько родные Что вы знаете Что Когда наступает Тот самый День икс Мне обязательно Нужно успеть Выпить Вовремя Обезболивающий Иначе Я потом Просто сдохну А может быть Даже буду Блевать Не знаю Жизнь такая Месячные Не помешают Мне хорошо Провести время На отдыхе Учитывая Что это реально Еще неизвестно Когда в следующий раз Я поеду отдыхать Грустно Зато я максимально Подготовилась Ну мне кажется Что максимально Но наверняка Может быть И не до конца Не знаю Поскольку я Очень белая Я хочу Реально В первый раз Хочу загореть Потому что Ну хочется Все таки Загореть Не надо мне быть Прям сильно Загорелой Ну так Хотя бы слегонца Немножко не быть Такой белой В любом случае Плюс у меня Бежевое платье На свадьбу Моей подружки И мне хочется Чтобы оно Не сильно со мной Сливалось Но он в принципе Не сильно сливается Я в нем выгляжу хорошо Но все равно Чуть подзагореть Будет классно Я купила Дорогущий Спрей Вот такой Я прям Не пожалела денег Он нормально стоил Я не помню Но что-то Мне тут Наверное Не написано Ну типа Две тысячи Точно Может даже больше Может даже около трех А может и три Не знаю То есть он прям нормально Стоил Нормально Заодно я его потестирую Сказали Очень классно Очень удобно Спрей Пятьдесят Вот этот Эспе То что мне надо Потому что Ну как бы Я сгораю Просто моментально И это для меня На самом деле Большой страх Сгореть Вы представляете Сгореть Приехать сгоревший Красный В бежевом платье Пойти на свадьбу К подружке И быть на всех фотках Красный Сгоревший Ну это будет ужас Также взяла Также взяла Вот такой крем Для лица В магазине Сказали Что хороший Должен быть Ну попробуем Если не сгорю Значит все хорошо Тоже пятьдесят Очень высокая степень защиты Это вообще пипец Также я взяла Пантенол Если я все-таки Сгорю Потому что Ну как бы Нафиг надо Мама сегодня Заедет Заберет вилочку Они поедут на дачу Понятное дело Мой маленький Так скучаю Так Шлепки взяла Чемодан уже В принципе Собран Я даже не знаю Что еще туда нужно положить Наверное Только такие вещички Как мыльно-рыльные Дела Косметика Само собой Разумеется Господи Что еще надо Я так давно не путешествовала Не знаю что надо Ну понятно Зарядка для фотоаппарат Карты памяти Этот фотик Влог снимать Телефон есть Больше всего Меня волнует То что В Абу-Даби Ну как бы Надо Одеваться прилично И очень Не хочется Никого оскорбить Поэтому Мне очень тяжело Было Найти что-то Приличное В своем гардеробе Не знаю Что мне еще Туда понадобится Чипсы Пожелайте нам удачи Видео Выставляю В тот день Когда мы улетаем Так что Если вы это смотрите То значит Мы наверное Уже едем В аэропорт Или выходим Из дома С чемоданами Ну хотя Когда вы дойдете До конца этого видео Наверное мы уже Выем из дома Уже будем ехать В такси Точно Короче не знаю В любом случае Спасибо большое Что смотрели это видео Не обижайтесь Люблю Целую Обнимаю Будьте счастливы Здоровы Следите за нашими Со славой Инстаграмами Будет много Сторис Всяких Распаковок Этих Тур По номеру Вот это вот Все будет Обязательно Буду много снимать Сделаю Хайлайт Конечно Фотки Лайкайте По братски Буду очень стараться Вздела Свою кучу Купальников Короче все Всех люблю Всем пока